Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигон, и это Гигук Вайфу, которая не должна была умереть. Погнали, посмотрим! Ох уж этот Гигук, ух! Если вам приходится лицом к лицу столкнуться со своей смертностью, то что в таком случае делать? Кому вообще можно обратиться? Надеюсь, этот вопрос не встанет перед вами в ближайшем будущем, и, уверен, большинство из нас спокойно проживают свою жизнь день за днём. Но если бы что-то подобное случилось, то перед лицом смерти, насколько отчаянно вы искали бы смысл своей жизни? Вау, это было весьма мрачное начало видео. Знаете, это можно объяснить удачнее. Майкл, давай-ка лучше ты. Привет, Висоус, это Майкл. Когда вы умрёте? Сегодня я хочу поговорить про историю как раз на эту тему. Я хочу съесть твою поджелудочную. Милая анимешная девушка ищет смысл жизни незадолго до смерти, и я назвал бы это огромным спойлером, но аниме начинается с её похорон. Эта история существует в форме аниме, манги, ранабе и кинофильма. Так что, да, выбирайте сами. Вам нравится анимация, рисунки, слова или странные существа в странном... А, есть люди, которые любят смотреть всё, если им аниме понравилось. Да-да. В мире, похожем на менее эстетичный фильм Макото Синкая. Итак, многие из вас, кто не слышали об этом аниме, не сомневаюсь, с подозрением косится на название. В сфере, где есть место почти любым нишевым заскокам, не ровен час можно подумать... Наконец-то! Аниме, которого я ждал! История о желании съесть вырабатывающий инсулин орган! Но, к счастью, аниме не имеет отношения к поеданию частей тела. Оно совсем как негодник, которому не снилась девушка-кролик. И по последней анимешной моде заманивает зрителей откровенным кликбейтом. Так что не удивляйтесь, если через три года постеры будут выглядеть вот так. На самом деле, это история двух людей. Неунывающий Сакуры и хмурого парня, чьё имя я не назову, так как это небольшой спойлер. Который однажды находит в больнице дневник Сакуры с миленьким названием «Жить, умирая». Она объясняет ему, что она обычная девушка с обычной жизнью, она ходит в школу, проводит время с друзьями и не делает ничего необычного. Ах да, а ещё она больна раком! Но ни разу не говорится, что это именно рак, только то, что это какая-то болезнь поджелудочной. Но кто вообще разбирается в смертельных болезнях поджелудочных? Они далеко не в стере рейтинга смертельных болезней, где лёгкий печень рог-звёзды рака, получающие всё внимание. Он соглашается сохранить умные секреты, как она не говорила об этом друзьям. И общий секрет связывает их с узами, которые постепенно укрепляются. Мы наблюдаем за ними в последние месяцы перед смертью Сакуры. Они проводят вместе бесценное время, пока она ищет итог своей жизни. Фраза «Я хочу съесть твою поджелудочную» отсылает к суеверию, что когда с твоим органом что-то не так, если съесть такой же орган, то тебе станет лучше. Вот откуда это название, оно не такое уж и нелепое. Но меня всё равно веселит тот факт, что какие-нибудь не анимешники будут гуглить песню Квинн «Я хочу свободы», увидят это название и такие «Какого хера?» Тема смертельных болезней не нова для кино и телевидения, потому что вокруг неё очень просто развернуть драму. У человека болезнь, от которой он умрёт. На такую тему много фильмов, по-моему, даже может быть сериалы есть, но фильмы точно я видел на такую тему не один раз. Вот и он умирает. Это печально, смерть печальна, кто ж знал. Некоторые аспекты успели стать клише в свете популярности подростковых романтических драм про рак, вроде «Виноватой звёзды», которая пыталась задеть струны моей души, но меня не оставляло чувства, что она рассчитана скорее на малолетнюю аудиторию сумерек, и поэтому она не нашла во мне отклика. Так чем же поджелудочная отличается от предшественников? Ну, на первый взгляд, немногим. Если взглянуть на описание сюжета, сразу видны клише, до такой степени, что можно перечислить основные события голосом из трейлера начала двухтысячных. В мире, где у двоих людей нет ничего общего. У меня рак. Круто, а у меня нет. Вот это да, у нас же вообще ничего общего. Отношения могут расцвести в самом маловероятном месте. Я знаю, ты типа умираешь и всё такое, но... Пойдёшь со мной на выпускной? Конечно, пойду. Я хочу съесть твою поджелудочную. Стой, 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 стой. Что? Что ты только что сейчас сказал? Может, я хочу съесть твою поджелудочную, будет нашим всегда? В общем, мне особенно нечего рассказать про сюжет. Помимо того, что он развивается примерно так, как ты ожидаешь. И хотя есть попытка устроить некую встряску, она ничего существенно не меняет в общей картине вещей. Но всё работает вопреки этому благодаря мелочам. Запросто могла получиться очередная банальная романтическая драма про рак. Но мне понравилось, что раскрывающиеся отношения между нашими героями оказались куда сложнее, чем просто романтическими. Конечно, немного романтики тут есть, но это вовсе не трагичная история нелюдимого парня, нашедшего умирающую раковую крошку мечты. Больше внимания уделено связям между людьми и тому, чего мы хотим от отношений. И всё сосредоточено на развитии отношений главных героев. Они в центре всего. Вся история вращается вокруг них. Без них фильм, простите за уместно мрачный каламбур, ни жив, ни мёртв. Они представлены противоположностями, уравновешивающими друг друга. Главного героя не волнуют другие люди. Настолько, что у него никогда не было друзей и даже личных отношений с кем бы то ни было. Тогда как Сакура, уверенная, искренняя анимешная девушка, не боящаяся поделиться своим мнением. Да, он был интровертом, она была экстравертом. Что? Ну опять же, ребят, кто смотрел, напишите в комментарии, опять же, что-то в подобном жанре я обычно не смотрю. И, блин, оно даже не навевает на желание даже посмотреть. Тем более, такая история. Для меня лично такие истории, они скучные. Вся эта романтика и всё такое. Нужно крошить друг друга. Я думаю, что, ну, блин, нужно крошить друг друга, да. Лучше, лучше, там, Ван Пис, где, там, драчки постоянные, там, Наруто с разной техникой. Ну, блин, вся эта романтика. Я ушла, я пришла, я здесь, и я с тобой, а я нет. Я люблю тебя, я тоже, а я тебя нет. Это так... Блин, нет. 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 Нет, редко, мало романтики можно посмотреть. Нормально, нормально, адекватно. О, может быть, очевиднее. Идея о маловероятной дружбе двух противоположностей может и не нова, но развитие персонажей тут выполнено абсолютно прекрасно. И я не хотел бы ничего иного. Что ещё сказать? Всё, простите, я больше не буду. Она его первые близкие отношения, а он привносит в её жизнь чувство нормальности. Но, хотя их дружба начинается с этого, что-то неуловимо меняется. Они начинают полагаться друг на друга, влиять друг на друга, и, сами того не замечая, стремятся быть более похожими друг на друга. Он понимает ценность У с другими людьми, а она завидует способности иметь собственное очарование, не нуждаясь ни в ком другом. Вместе они составляют одно целое, как две стороны одной монеты, не способные дотянуться до другой стороны, однако навсегда неразрывно объединённые в идеальном равновесии. В конечном счёте, их отношения нельзя назвать романтичными. Офигенная МВшка получилась. И чисто дружескими тоже. Эта связь слишком сложна, чтобы её передать, но достаточно сказать, что они становятся очень важны друг для друга и полагаются друг на друга. И наблюдение за формированием этой связи и её прекрасным влиянием на них в итоге стало одной из главных причин, из-за которых я растрогался до слёз. Потому что, несмотря на присутствующий в видео юмор и более-менее легкомысленную манеру, я солгу, если скажу, что меня не пробрало. Пробрало и ещё как. Дело в том, что мне близок путь главного героя. Как человек, в детстве бывший неловким и антисоциальным, предпочитающим просмотр аниме, а не дружбу, увидев того, кто обрёл красоту правильных взаимоотношений с другим человеком, я определённо задумался обо всех встреченных, кто, по моему мнению, сделал меня лучше как человека. И о том, как они все так или иначе оставили на мне свой след. Именно тогда я начал понимать, что фильм хочет сказать. И очевидная проблема начала медленно выходить из тени, не позволяя и дальше её избегать. Она умрёт. И лишь вопрос времени, когда это случится. Зовите это заезженным, зовите клише, но это не отменяет тяжести факта. Будь то в реальной жизни или в вымышленной истории. С этим знанием мы начинаем подражать главному герою. Мы возводим стену, ограждающую нас от боли. Но они проводят вместе всё больше времени, и ты осторожно ослабляешь бдительность, но кое-что кажется тебе странным. Не тот факт, что она выглядит как та, кто скоро умрёт. Наоборот, она не выглядит. В её заразительном очаровании есть что-то такое, от чего невозможно не дать её влечь за собой. Ты знаешь, что привязываться не стоит, но времени остаётся всё меньше, и как и он, ты понимаешь, что... Чёрт, ты не хочешь, чтобы неизбежное случилось, и хотя ты ничего не можешь поделать, в тот момент, когда видишь её радостную улыбку, в это попросту невозможно поверить. Но оно всё равно случится, к сожалению. По-настоящему фильм меня тронул не её неминуемой судьбой. Для фильма о смертельной болезни тут уделено довольно мало внимания трудностям жизни с этой болезнью. Вместо этого показывают, насколько жизнь может изменить человека, как правильные отношения позволяют подвести требующийся тебе итог. Ведь, несмотря на тему, на которой построен сюжет, это вовсе не история об умирании. Она о поиске ответа на вопрос, что значит жить. Уверен, у многих из нас ещё не было необходимости задумываться о чём-то настолько мрачном, как собственная смертность. Но будь то внезапная смерть знакомого, или старый родственник, с которым скоро придётся прощаться, или, да, новость о том, что кто-то смертельно болен. В жизни бывают моменты, служащие тяжёлым напоминанием, что какой бы далёкой она ни была, эта судьба неизбежна для всех нас. Но это не обязательно настолько ужасно, как может показаться. Иногда данность смерти необходимый нам повод осмыслить жизнь, и какой след мы после себя оставим. В том же ключе, присутствуя на похоронах и смотря по сторонам, замечаешь на каждом незримый след, оставленный человеком за время пребывания на Земле. Этот фильм был историей о том, как двое оставили след на жизнях друг друга за недолгое отведённое им время. Смерть близкого – это всегда нелегко, и каждый переживает её по-своему. Иногда, слыша о случившемся, или стоя на похоронах, ещё не до конца всё осознаёшь. Ты понимаешь, что человека больше нет, но происходящее кажется нереальным сном, от которого ты проснёшься, и всё будет так, как раньше. Но в какой-то момент реальность обрушится на тебя всей тяжестью. Может, когда впервые увидишь опустевшую комнату, когда случайно уловишь знакомый запах, или когда ощутишь вмятину на диване, где сидел человек, и поймёшь. Я не смогу сказать одно – это очень грустное аниме будет. Очень грустное, грустняшное аниме. Даст о чём задуматься многим. Что больше никогда не увидишь его сидящим на этом месте. Иногда до этого сокрушительного момента осознания не удается в полной мере оценить, насколько же глубокий след этот человек оставил на твоей собственной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр. В принципе, если бы я хотел бы просто бы какой-нибудь вот такой вот атмосферности, может быть, я и посмотрел. Но я знаю, что всё равно бы потерял бы скупую мужскую слезу, потому что всё-таки сама история, она грустная. И, блин, она тебя реально заставит задуматься. Как бы сильно я не улыбался или не смеялся, всё это, блин, всё вот это вот… Я просто представляю, какова эта ситуация и, блин, она всегда грустная. Где бы ты её не видел, в кино, в сериалах или в аниме, где бы даже и в жизни, это очень грустная история. И, блин, тяжело особенно отпускать близких, или которые стали тебе близки, а у них, как бы, ну, вот так вот. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok